Мы будем добиваться того, чтобы ни здесь, ни в других местах не было произвола компаний группы ПИК. У нас есть права, которые нам гарантирует Конституция. И группа ПИК сейчас эти права нарушает. Группу ПИК прикрывают люди в погонах. То есть власть не то, что не обращает внимания, она наоборот помогает группе ПИК выселять людей из этих домов, строить здесь муравейник. И тут не то, что власть не обращает на это внимания, власть способствует этому. В этом проблема. Государство создается для того, чтобы улучшать жизненные условия народа. Поэтому это государство должно народу. Потому что народ создал это государство. Деньги, вопрос весь в деньгах. Собственно, какая тут еще может быть подоплека. Вот здесь, грубо говоря, на одном квадратном километре сейчас живет 6 тысяч человек, будет жить 12 тысяч человек. Разрыв все больше и больше и больше. Между обычными людьми и верхушкой. Наши богачи богатеют быстрее всех в мире. А мы все нищаем и нищаем. Хотя, естественно, по телеку нам рассказывают, как все прекрасно. То есть вот я недавно начал работать, я уже ощущаю то, что у меня денег меньше становится. Я работаю всего год. И вот я это ощущаю. О, товарищи полицейские приехали. Ну вот, как-то так. Я вот тут вот слышал только что ваше замечательное интервью. Мне еще порадовало, что молодой человек рассуждает абсолютно логически. Вы знаете, я думаю, что для власти нашей самое страшное – это логика молодежи. Они очень логичны. Они молодцы в этом смысле. А логика очень простая. Вот смотрите, вот нормальный человек с приличной семьей, я просто вижу. Папа-мама, ему говорили, воровать нехорошо. Правильно? Ну, вам же так говорили, папа с мамой. Воровать нехорошо, да? У меня тоже папа с мамой так учили. И вот они приходят в школу. Им в школе тоже говорят, в нашей московской школе. Ребята, воровать нехорошо. Им лучшие произведения классики, они изучают русскую и зарубежную литературу. Там тоже, в общем, какие-то простые нравственные вещи. Воровать нехорошо. Они приходят в институты, там тоже. Кража приезжает прикрывать полиция. Они задают себе следующий логический вопрос. А почему преступление прикрывается политикой? Вышестоящие органы. Так, а кто выдал заведомо преступное разрешение на то, чтобы украсть этот двор у жителей? Кто? Мэрия Москвы. Значит, они тоже в этом завязаны. А кто назначил нам мэра Москвы? Изначально, в 2011 году. Путин. Получается, что это коррупция, ребят. Вот какой уровень не возьми. То есть, они от простого вопроса по поводу своего двора, по этой логической цепочке, поднимаясь все выше и выше, приходят к тому, что наше государство во всех своих звеньях коррумпировано. А дальше молодые люди, которые до этого были вполне, наверное, лояльны, они были, так сказать, лучше любили по телевизору нашу власть, они задают себе вопрос. Ребят, почему вы по телевизору говорите одно? А у нас во дворе происходит совершенно другое. И дальше, следуя этой логике, таких молодых людей, задающих такие вопросы, у нас все больше и больше. И получается, что власть, которая пытается здесь что-то выгадать и выиграть, всю минуту, на самом деле проигрывает стратегически, потому что она сядет в будущем, потому что это будущее уже сейчас. Они не будут за него голосовать. А власть, понимая, что ее поймали за руку, пускается во все тяжкие, врет, лжет, фальсифицирует выборы, и тем больше негативную реакцию вызывают у молодежи. И потом, когда Собянин или Путин спрашивают, а что это молодые люди выходят на эти демонстрации, так вот и потому и выходят, что вы здесь крадете у них самые базовые ценности, а ведь это природа. Смотрите, вот не зря же эти дома, окна выходят на этот скверик, потому что изначально, по нормативам, это была еще в советских времен придомовая территория этих домов. Видите, выросли несколько поколений этих людей, которые смотрели на эти деревья, наслаждались этой красотой. Им здесь весной птицы пели, да, целавья. Они смотрели на эту травку, на эти листики, они радовались жизни. Солнышко, которое сквозь эти ветви пробивается. Они привыкли к этому. Отнимая у них это, вы их лишаете радости жизни, вы их лишаете здоровья, да, вы правильно сказали, они начинают болеть, они начинают умирать. Потому что, например, в определенном возрасте лишить человека каких-то благ, к которым он привык, это смерти подобно. Я знаю стариков, которых выселяли из привычных районов, перевозили в замечательные новостройки, они там сразу умирали. То есть это, на самом деле, убийство людей. Но самое ужасное то, что наша власть уничтожает свои перспективы в глазах у будущего страны. Потому что эти вопросы, по мере того, как они будут входить в силу, они будут входить в силу. Потому что сейчас они учатся, подрабатывают. Но со временем они будут занимать какие-то должности. И они этот счет предъявят. Предъявят счет. И политический, и экономический. Поэтому то, что власть так поступает, это настолько глупо. Это настолько недальновидно. Это такой стратегический проигрыш закладывается. Власть, очнись, приди в себя. Перестань заваливать нашу страну, наш город превращать черное от нас что.